всем привет мои дорогие друзья гости моего канала вы на семейно творческом канале с вами лёля рукодельница наконец-то у меня случился очередной вышивальный финиш и я для вас снимаю видео о своей готовой работе а также в этом видео мы с вами посмотрим какой же следующий набор у меня будет вышиваться конечно же у меня отшиваются еще несколько наборов параллельно но по ним видео я не снимаю ну решила сегодня такое быстренькое видео воскресное записать о своем вышивальном финише у меня случился финиш кто меня смотрит уже в курсе что я сейчас отшиваю целую серию от фирмы жар птица вот таких небольших работ размер 10 на 11 в данном случае это поле васильков артикул м 528 и размер ее 10 на 11 здесь у нас с вами входило 17 цветов всех ниточек хватило они были вот на такой вот планшетки ну немножечко тут уже безобразном виде но главное что я все понимала где что как и всех ниточек мне хватило что не может не радовать потому что бывают такие моменты когда может и не хватать такие вот у меня остаточки здесь короткая нарезка конечно но и в принципе здесь нет таких боль больших участков зашива в этом наборе присутствует полукрест крест а также бэк ну бэка вот по низу как вы видите не так в принципе много ну и вышивается она на конве аида 14 блокнотик который я уже записала запись о своем вышивальном финише это шестой мой вышивальный финиш за этот год пока очень мало но впереди еще целая осень и декабрь месяц может быть я нагоню конечно я планировала всю эту серию вышить за все это лето но не удалось сегодня у нас уже сентябрь так ну что вот такая вот красивая работа у меня получилось ну шикарная по мне так шикарная работа мне вообще понравились эти небольшие работки я увидела как они оформлены на канале алина рукоделия буквально недавно посмотрела еще и два видео новых она сейчас крайне редко стала выпускать свои видео но мне очень нравится смотреть ее канал сейчас она активно занялась вышивкой на пластике что я тоже обожаю вот ну в общем то у нее я увидела эти наборчики и тоже загорелась год я их скупала и в этом году вот все таки решила что нужно их вышить у меня уже два вышита как видите это подсолнухи и ромашковое поле и вот третий готов в принципе уже можно покупать рамочку от фирмы щепка не будут оформляться в рамку у меня триптихом и уже вот эти вот в принципе работу уже можно будет оформить в рамочку ну что как вы видите потрясающий результат ну мне нравится вот так вот на солнышке вот так вот издалека смотрится ну она конечно еще не отстиранная не отглаженная конечно когда работа стирается она немножечко меняется потому что конва чуть-чуть садится крестики очень распушаются и конечно смотрится намного намного интересней но я пока не стираю эти работы потому что буду стирать непосредственно перед оформлением ну что мы будем вышивать дальше дальше я решила взять лавандовое поле в принципе работки эти очень быстро вышиваются если их вышивать вот взять и вышить поле ромашковое я вышла буквально за неделю но я не каждый вечер вышиваю васильковое поле у меня вышивалось с 15 августа но сегодня у нас 10 сентября она месяц отшивалась но примерно из этого месяца две недели я вообще его не вышивала такие блики солнышко у нас сегодня ну что буду вышивать новый наборчик это у нас лавандовое поле артикул м 372 у них один тот же у всех дизайнер дарья слесарева готовый размер 10 на 11 так здесь у нас 13 цветов и 14 окна первый раз так заклеено прям ох не отклеить сразу же в этом видео посмотрим с вами обзор так как наборчики такие небольшие что тут обозревать как говорится у всех этих наборов у нас идет черно-белая символьная схема здесь у нас также имеется крест-полукрест бэк в одну ниточку а здесь смотрите полукрест две нити полукрест в одну нить полукрест две нити шов назад в одну ниточку и в две ниточки но бэк здесь выполняется исключительно на мельничке и совсем тут совсем чуть-чуть бэка так инструкции это старые наборчики они еще вкладывали инструкцию иголочка золотым ушком нитки такие красивые сиреневые оттенки лавандовые посмотрите красота я думаю что это пмк кирва ну скорее всего такие суховатые ниточки но мне в принципе устраивает и вот такой вот небольшой кусочек канвы сейчас перепялю его на свои вот эти пяльцы рамок такие вот очень мне они понравились и недорогие и очень удобно на них вышивать такие небольшие работки не люблю я все-таки перепяливать то есть как-то вот не хочется полную площадь зашивать тем более такие небольшие работки так ну что вот такое у меня получилось для вас видео обзор на готовую работу ну а также сразу же на новый процесс от фирмы жар птица сказка своими руками ну а я с вами буду на этом прощаться до новых встреч до новых видео всем пока пока